Мы должны также помнить о тех приоритетах, которые у нас, как у мессианской общины, у последователей Ишуа должны быть. Мы говорим о том, что, помните, там мы рисовали схемы, о том, что во главе всего стоит Отец, Ишуа, Святой Дух, потом идет Тора, а потом идут традиции. По Торе я подразумеваю учение, что я говорю вообще, вот, учение Ишуа о Торе, то есть учение применения Торы в соответствии с Новым Советом. И мы сейчас немножко посмотрим с вами на то, на новозаветение применения Торы относительно Евангелия от Матфея. А если мы посмотрим Евангелия от Матфея, мы можем увидеть два, в защиту двух основных тезисов. То, что Ишуа уже пришел, и что он является мессием. И мы знаем, что автором Евангелия от Матфея является, собственно говоря, Матфей, да, бывший из дворчик налогов, и ученик Ишуа. И большинство историков считают, что Евангелие от Матфея было написано после посланий Павла. Можно ли сказать, что Матфей, который был Ленин, был Левитом, из коренной пивыка? Можно ли? Можно ли? Мы видим, что Матфей открывает нам свой взгляд на учения, которые на Валышуа. Вы помните, да, с чего мы начинаем? О том, что в Писании нет противоречий, что различные авторы открывают различные грани. Да? И с чего начинается Евангелие от Матфея? Я помню, когда первый раз в своей жизни открыл, я был ужасен. Родословно? Родословно. Вот это да. А где же события? Экшн. Да, экшн. И мы видим, что сначала идет генеология, происхождение Ишуа. Мы дальше читаем о рождении Его, да, от Девы Марии. И мы понимаем, что рождение — это сверхъестественное. Это девственное рождение, это знамение Его мессианства. И также является доказательством Его божественности. Он родился полностью человеком от Марии через усыновление Иосифом, да. Он мог совершенно законно обладать троном. То есть он был рожден от Бога без человеческого отца. Во второй главе мы читаем о посещении Его магами, которые говорят о том, что им было открыто о том, что Он является мессией. И мы помним очень интересный момент, что точно так же, как Ишуа был рожден сверхъестественно, точно так же Исаак, он был рожден сверхъестественно. Помните, да? Что Его рождение, оно было необычным. Хотя обычным, с другой стороны. И мы можем увидеть, что Евангелие состоит как бы из пяти частей. В каждой из которых прослеживаются три пункта. Всего пятнадцать получается. Чудеса, учения и история. Кроме этого, мы можем увидеть, что Матфей чётко показывает идею нового начала. Что я хочу сказать этим? Например, мы видим двенадцать учеников, которые очень сильно похожи на двенадцать коллег. Почему-то двенадцать, не тринадцать, не одиннадцать, не восемь. Двенадцать. Что мы ещё видим? Мы видим, что Матфей рассказывает о Мессии, о его власти. Так же, что он является представителем Израиля. То есть, Ишуа, можно сказать так, олицетворяет собой представительскую роль. Сейчас мы попробуем больше разобрать. Например, когда Маше родился, помните, да? Что сделал второго? Он истребил всех младенцев. Мы видим, что явился новый освободитель. Ира также пытается убить младенца. Параллели, видите? Израиль идёт в Египет, чтобы спастись от голода. И Израиль как нация, да? Израиль как человек, Израиль как нация. И начинается в Египте. И Иосиф очень-очего также уходит в Египет вместе с ним, да? Мы видим, что как Израиль начинал свою жизнь как народ в Египте, так же Иешуа начинал свою жизнь как человека в Египте. Родился, и сразу пришлось бежать. Мы видим, что как Израиль выходил, так же Иешуа выходил и встретился с кем? С Светонаном погружающим, да? А те прошли через что? Через море. То есть они опустились ниже уровня воды. Крещение, так называемого, в воду. И мы видим, что как Израиль, когда вышел на берег, что произошло? 40 лет. Да, хотя планировалось сколько изначально? 40 дней, да? Перед тем, как вступить в то обетование, которое будет получить власть, силу, место. И мы видим, что это из-за их непослушания не получилось. Но мы видим, интересно, что после погружения Иешуа с Иоаном Христителем, он на 40 дней ушел в пустыню. И из-за его послушания, вы понимаете, да? Если бы Израиль был послушан, то было бы тоже коротко. 40 дней. Полтора месяца. А здесь получилось, не получилось. И как Израиль был искушаем сатаной в пустыне, точно так же Иешуа был искушаем. И что Израиль принял в пустыне? Он принял Тору. Да? А что Иешуа делает, когда Он выходит из пустыне? Он проповедует Тору. Да? Он учит Тору. То есть мы видим, что Маше восходит на двору и получает там Тору. Да? Получает закон. Он обращается к нему. И так же передает людям эту Тору. Интересно, что Иешуа так же восходит на двору. Это мы же просматриваем примерно моменты, связанные с Евангелем Матфея. Последовательность. Иешуа восходит, и мы знаем это под событием, как на горной проповедь. Да? И все Он начал учить. То есть мы понимаем, что учение Иешуа прослеживается по всем Евангелиям. Но наиболее четко оно изложено вот в этих главах. Пятая, седьмая Матфея. Когда мы смотрим, блажены такие. То есть это очень такие простые выдержки из основных таких ключевых моментов. И мы видим, что эта Тора, она направлена на всех. Не только для еврейского народа. Это не исчерпывающее учение, но это объяснение основных принципов Торы. Да? И мы можем посмотреть пятую главу Матфея с первого по двенадцатый стих. Увидев народ, Он зашел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики Его. И Он, отверши уста свои, учил их, говоря, Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут навечены с нами Божьими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут полосить вас и гнать, и всячески неправильно засловить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. В большинстве английских библей, это называется заповеди блаженства, да? В истории церкви этот список воспринимался как список моральных качеств, которые нужны вам для того, чтобы вы могли получить благословение от Бога, да? И очень множество проповедей сказано. Там, например, блаженны нищие духом, да? Например, в английской библии просто говорится «блаженны нищие», не духом, да? То есть, Божьего вот. Можно построить хорошее учение о том, что нищета – это блаженство. Блаженны нищие. Мы знаем, что в истории церкви были такие истории, когда давали обет, нищеты и так далее, и так далее, чтобы получить блаженство. То есть, люди кляли, что они будут нищими. Они отказывались, даже их благословляли, раздавали. Ходишь бы быть нищим. То есть, вот такое вот состояние. Но мы понимаем, что на самом деле, как бы, нищего говорит о том, не говорит о том, что если ты хочешь быть благословенным, то будь нищим. Но, или там, что если ты хочешь быть благословенным, тебе нужна какая-то трагедия в жизни, чтобы ты страдал всю жизнь, чтобы ты ощущал свою такую никчемность, как такой ярче, земли, знаете, такое точно. Не говорится об этом, да? Но нищие, да, ну, как бы, еще учат о том, что нищета не является их судьбой в царстве. Что Бог, Он будет их обеспечить. А наоборот, что, как бы, в вашей внутренней духовной нужде Бог в царстве будет питать вас. Он будет призаботиться, и у всех, ну, необходимо, мы находим это в других местах писания, да? В том, что вы ищете царство, в первую очередь, а в основном оно будет прилагаться к вам царство. Вы знаете, мне понравилась такая иллюстрация, когда в советское время выдавали пайки в специальных магазинах, и там был очень желательный кусок, например, кусок колбасы докторской, да? А был прицеп, каких-нибудь 3 килограмма гречки. Кому нужна была гречка в советской ареке? Да никому. Да, она стоила копейки, ее было баллами, интересно. А вот кусок колбасы или какой-нибудь суповой набор, очень даже очень, да? То есть разлетался мгновенно. Но его так не давали. Надо было купить все. И лежали у вас какие-то баклаки с уксусом, лежали какие-то баклаки с какой-то елудой, какие-то там ценная морская капуста, да, которую никто не ел во время Советского Союза. Это было приложение. Когда мы говорим о царстве Божьем, то мы понимаем, что вот как бы офикомен, или самое такое ценное в этом байке, это царство. А все остальное это приложение. Причем, в общем-то, не всегда оно обязательно. Например, финансы, например, господство, например, какие-то благосостояния, которые рвет тебя на части от твоей осознания, от твоей крутизны и так далее. То есть, в общем-то, писание пишет, ну это не центом, а фикомен во всем этом. Это царство Божье. Самое центральное. Остальное оно приложится. Ну, в принципе, вы понимаете, как от гречки. Гречка полезный продукт, да? Но ты можешь его взять, а можешь не взять. Почему? Потому что ты осознаешь ценность супового набора. Понимаете, да? Осознавая ценность царства, ты можешь спокойно относиться к таким вот вещам, которые там сейчас... К которым неспокойно относятся все остальные люди. К которым просто посвящают жизни все остальные люди. То есть, такими вещами Ишоа показывает, что бедность, она не определяет их нахождение в царстве. Потому что, если бы мы говорили, например, о простом физическом царстве, да? То мы понимаем, что если человек необразованный, если человек анхаарец, то как он может быть, например, князем, да? Ну как взять, допустим, вот кого-то там такого, который даже нельзя сказать о нем, что он 3 класса и 2 коридора, да? Потому что не было ни классов, ни коридоров. Вот это было какое-то обучение, но не настолько. Понимаете, да? И назначить его там, например, кем-то. То есть, это очень сложно представить. Хотя бывает в мировой истории такие случаи. Ну вот. И мы видим, да, что происходило, например, после отмены рабства, буквально, христианского крепостного строя в истории, да? Ну, допустим, в России. Мы видим, что прошло совсем недавно. Царя весело и радостно скинули. А управлять такой машиной никто не умел. Потому что всю интеллигенцию, образованный состав отправили в Сибирь или они сами убежали в страны, которые сейчас преуспевают. И таким образом весело и на ура провели страну неизвестно куда. То есть, отпечаток крепостного права, он был на людях. И мы понимаем, что здесь, благодаря природе царства, благодаря тому, чтобы царство начало сначала открываться именно вот так, мы, фактически разные люди, с разным опытом можем ходить в него. И настолько это здорово, что самый даже вот такой Ам Хаарисон выше, чем Ран Христитель. Понимаете? Это благословение. То есть, ты, не будучи фарисеем обученным, посвящающим свою жизнь на такие вот страшные вещи, тяжелые, да, непростые вещи, ты мог становиться частью царства. Это огромное благословение. Итак, мы видим, что блаженны, да, вот. Блаженны означают счастливы. Вы счастливы, люди. Потому что вы можете разделить царство. И он, то и дальше, да, блаженны кроткие. Какие кроткие? Кто такие кроткие? Коткие люди, это обычно, может быть, которыми, знаете, там все манипулируют, пользуются, да, так что он, там скажем, ботаники такие, да, как в нашем современном обществе. За себя постоять не могут и так далее. Мы понимаем, что если мальчик или девочка, они кроткие в современной школе, то они переживают нелегкие времена, да? За эту кротость приходится. Тем не менее, в Царстве Божьем Бог говорит о том, что я буду защищать сверхъестественно своей силой таких людей. Я буду покрывать их. Поэтому он говорит, что такие люди, они наследуют землю. Смотрите, какую землю? О какой земле, говорю? И шо, когда обращался тогда, кто это? Он говорил о конкретной земле. Эрес-Израиль. Да. Ну, представьте, что он же не мог говорить, например, о планете Земля. Да? Он не говорил, там, например, о России и Украине. Он говорил о конкретной земле. Он говорит, что наследство кротких людей будет земля, РЦЖ. Если мы вспомним те вещи, которые говорится о Царстве, помните, там, в Писании. Каким будет это Царство? Мы понимаем, что не кроткий человек, он там не смотрится. То есть, не кроткий человек, он будет отстаивать свои позиции. Да? Он будет учиться воевать и так далее и тому подобное. Он говорит, что природа Царства такая, что кроткие люди, они будут наследовать эту землю. Блаженны, жаждущие праведности, да? Или правды. То есть, те, кто будут искать праведность в этом мире, они будут разочарованы. Потому что они видят то беззаконие, разрущенность, которое вы тут. Но так как пришло Царство, мы можем войти в реальность праведности, то есть, праведного суда, справедливого суда. И блаженны милостивые, потому что они помилованы будут. То есть, чистые сердцем Бога узрят. Потому что именно миротворцев будут называть сынами Божьими. Я хочу, чтобы вы увидели в этом часть общей картины, часть общего плана Бога. Не просто, чтобы это было, это было, ну, как назидательные советы Господа нам. Понимаете? То есть, это часть эсхатологического плана Бога. Однажды, начав, Бог собирается привести все снова в состояние, из которого вышел Адам. В состояние благословенных отношений с Богом, с человеком. В конечном итоге мы видим, что мы придем к этому. То есть, путь был нелегким, путь был очень длинным, но мы придем к этому. И все эти вещи, это часть большого пазла, большой мозаики. Это не случайно обраденные высокоморальные фразы. Вы блаженны, вы счастливы, вы разделяете природу этого царства. То есть, эти места, они говорят именно о природе, людей, которые обитают в этом царстве. И мы видим, что дальше нам говорят, да, вы, соль земли, свет миру. То есть, те, кто, говорят, что, те, кто находится в царстве Божьем, являются солью земли. То есть, если соль, она теряет свою соленость, мы знаем, да? В чем свойство соли? Она дезинфицирует пищу. Да. То есть, если соль потеряет свою соленость, то она будет просто нефункциональна. Смысла в этом нет. Поэтому он говорит, будьте солеными. Будьте солеными, солите все вокруг. Потом он говорит, вы свет этому миру, да? И он говорит об общине царства, о том, что они являются как городом на горе. Что он заживет их, подобно свечи, понимаете, и поставит вверх. И на нее, на эту гору, на этот свет будут ориентироваться люди, чтобы делать себя, приходить к царству, чтобы себя делать гражданами этого царства. Есть контакт? Итак, мы видим, что Ишуа, он не выбрасывает дом. Он не пришел, не открыл ногой двери храма и не сказал, все, короче, все вышли отсюда, я пришел, я нашли, и так далее. Вот вам новый завет, вот вам, и так далее, да? То есть, он не ведет себя таким образом. И мы не видим, что он говорит о том, что места Тори нет в царстве Божьем. Место закона Божьем, но нет в царстве Божьем. Современная Тора того времени, она была приспособлена также к немощам того времени. Она была, можно так сказать, она была Божьим подарком. Но мы видим, что Ишуа, он поднимает уровень, Божьем, мы говорили вчера про это, да, что поднимает уровень закона, уровень Торы на более высокий уровень. То есть, как бы, она не отменяется, как принцип, да? Ну, наоборот, она усиливается в царстве. И давайте посмотрим, Матфея 5, 17, 18. Что говорит следующее? Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков, не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно, говорю вам, доколе не пройдет небо и земля, ни одна йота, или ни одна черта не пройдет из закона, пока не исполнится все. Вот что, говорит, пришел, да? То есть, не думайте, что я пришел для того, чтобы нарушить Тору. И под Торой мы понимаем, что он подразумевает конкретно писание Таната, да? То есть, как он говорит, закон или пророков, да? То есть, речь идет не просто о пяти книжах, о первых пяти книгах, но больше. То есть, он говорит, я пришел не нарушать, но исполнить, то есть, привести в полноту, пока не исполнится все. Все Моисеевые писания, которые были записаны в Тории, пророки, да? То есть, они будут сохранены, они не пройдут. Это не значит, что всегда придется выполнять то, что там написано. Например, мы уже говорили с вами, да, что мы не приносим жертвы, но, тем не менее, мы понимаем, что принцип жертвы сохранен. Итак, что это значит? Закон, он сохраняется, но применяется иначе. То есть, вы помните, да, мы говорили с вами, что есть Завет, а есть Закон, да? И Завет, он меняется, но Закон, принципы Закона, они остаются и переносятся в Новый Завет. В пятой главе, в девятнадцатом стихе дальше еще говорим. Итак, кто нарушит одну из заповедей всех малейших и научит так людей, тот малейший наречется в Царстве Небесном, а кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном, да? Научить кого-то нарушать заповеди абсолютно неправильно, но надо научать исполнять заповеди ее в дополнительной или высшей форме. Таким образом, мы не нарушаем, научим их выполнять как можно лучше, да? И еще не учат, что мы будем делать то, что велел делать Моисей. Но мы будем, исполняя заповеди, делать это настолько хорошо, насколько уровень поднимается, в общем. И мы можем посмотреть, допустим, те примеры, которые говорятся, да? Например, Моисей говорит, что если кто хочет развестись с женой, да, он должен дать ей разводное письмо. Гет, так называемый. Так и с этим разводным письмом женщина снова может выйти второй раз замуж. Мы знаем, что в древнем Израиле он может после развода, мог жениться, мог иметь еще несколько дожонок. Новый Завет, он исполняет заповедь о разводном письме, не допуская самого развода. Понимаете? Новый Завет, он ставит высший стандарт, не разводиться. Поэтому, как бы, нам письмо, в общем-то, не нужно. Все равно мы разводиться не собираемся. И мы не собираемся. Что такое было разводное письмо? Это определенный договор был о том, что... который защищал женщину. Что если мужчина с ней разводится, он должен выплатить ей определенную указанную сумму. Обычно сумма формировалась из расчета годового, как бы, содержания. То есть, чтобы ей хватило на год жизни. Чтобы она могла, понимаете, да? Человек немощный в том обществе, женщина была, даже если она была очень сильная, харизматичная и так далее. Все равно бесправная. Насколько бы там умная и красивая не была. Вот. Поэтому заботились о ней. То же самое, например, мы можем посмотреть правство, да? Мы знаем, что закон Моисея, он позволял рабство. Хотя рабство, оно и было ограничено определенными правилами. И мы можем посмотреть исторически, что в конце первого века у верующих в Иешуа рабов уже не было. Хотя, если мы посмотрим с другой стороны, то, например, знаменитая... Ну, так знаменитая. Одна из книг Нового Завета, Послание к Филимону, оно повес... Это всего лишь одна глава, короткое письмо. Оно, несмотря на то, что оно маленькое, короткое, попадает в Новый Завет. Речь идет в этом послании очень о простом событии. Парелл обращается к Филимону, богатому человеку. И там написано, что... И, как бы, перебирай привет там домашним, и церкви своей. Возможно, он был служителем даже, как Филимон, да? И он говорит, возвращаю тебе Анисима, брата Господи, да? Кем был Анисим? Анисим был бегом за Богом. И очень интересно, что Парелл говорит, что раньше он был не пригоден ни для тебя, ни для меня. Но благодаря тому, что он познал там Бога, да? Он стал и тебе пригоден, и мне. И он очень много мне послужил. Так, ну, вместо тебя он мне служил. Ты же мог мне так послужить, но Бог так сделал, что вот он был у меня. Я тебе его возвращаю. Приней его, как брата. И если он тебе чего-то должен, говорит, я, как Павел, в свою руку говорю, я заплачу. Да? То есть, смотрите, какой интересный момент. Павел не кричит. Да как ты смеешь держать рабов? Представьте, что вы сейчас узнали о каком-то проповеднике, у которого, например, 50 рабов. Что бы вы сказали? Он же не проповедник. Это не проповедник, да? Это не сын Божий, это не пастырь, это не несет, но неважно, что да? Даже пускай в Африке. Ну, мы сделаем так скидку на их ментальность, да? А представьте, что это будет там, в Америке, например, да? В пастыре, я его 500 рабов. Мы бы, я думаю, что очень быстро бы составили какие-то петиции, начали бы писать в газеты, снимать репортажи, брать интервью этих работ, да? И так далее, и тому подобное. Эта тема бы не исходила с журналов наших, и так далее. Как ты можешь, брат? Но мы видим, что нигде в Новом Завете, например, не восставали против этой идеи. Да. Но на то вот говорили очень простые вещи, что вы, господа, имея, будучи верные сами, то есть принадлежа этому царству, относитесь к своим рабам с терпением, с уважением, да? И к рабам есть слово, также, Ефесянам, по-моему, шестая глава, о том, что вы служите своим господам не просто из-за страха, и не относитесь к ним пренебрежительно из-за того, что они верующие были. Но служите так, как вы служите перед Господом. Иными словами, еще в другом месте написано, что если ты призван, в каком звании ты призван, в том звании ты и оставайся, да? Если ты призван, то он, будь в другом. Если можешь освободиться, воспользуйся. Если ты призван свободным, тоже радуйся. Иными словами, мы видим, что природа царства, она не касалась в этих вопросах социальных каких-то моментов, да? Но при всем том, она меняла внутреннюю сущность, внутренний распорядок уже известных процессов. То есть, что такое раб? Кто такой раб? Это бесправный человек, фактически, да? Можно было его продать. Например, если у него была семья, их можно было распродать поодиночке, и мы никогда друг друга не увидели. Придем на это полное право. Юридически, перед Богом, задумайтесь, да? Страшно звучит. Перед Богом. Ты имел на это право. Мы сейчас, с точки зрения нашего мира, очень остро реагируем на всякую несправедливость. Да? Мы всячески пытаемся уравнять. Женщины борются за свои права, седуя на то, что, как бы, почему нет, там, и так далее, и так далее. Я понимаю, что есть в этом хорошие моменты, но есть также и сдержки, потому что определенный принцип власти, который, порядок власти, который приходит от Бога, он нарушается. Понимаете? и призывает к свободе, нужно понимать, что эта свобода значит. И мы видим, что природа свободы и царства, она не выражается в каких-то вещах, связанных с внешними факторами, в первую очередь. Ни богатство, ни рабство или свобода физическая, да? То есть это же, ну, просто задумайтесь, это полное нарушение, так сказать, ваших современных прав. Да? Полное. То есть раб — это раб. И мы не считали их за людей, мы их просто считали за живот. В нем смысле. Ну, звучит, конечно, жестко. Ну, вот так. Рабы были всю дорогу во всей истории. Понимаешь? Их крестили. Я не думаю, что за ними ухаживали. За ними ухаживали на той мере, насколько они были полезны. Понимаете? И на той мере, насколько человек сам хозяин, он был хозяином. Потому что, возьмем, например, недавние события Отечественной войны, когда наши люди уезжали, угоняли их в Германию, например, да? Истории есть самые разные. Например, они рассказывают женщинам, что мы работали просто на поле, и был хороший имя с хозяином. Мы приходили, кушали вместе с ними и его детьми. У нас была чистая... То есть, понимаете, да? Они не были были простыми фермерами. Они не были внутри себя злыми. Они были, может быть, лютеранами какими-то, да? Ходили по воскресеньям в цель кортекса за собой в одни рейки. А были те, которые переживали ужас. Понимаем-то, да, разницу? То есть, господин-господин в гость, но при всем том мы не видим призвания конкретного ну, как бы, что вот... Все. Освобождайте рабову. Но мы понимаем все же, что еще лучше, конечно же, исполнишь эту заповедь любви, если ты его отпустишь. То есть, это больший уровень, если ты его отпустишь. При всем том, и Шоан говорит, вот, как бы рабы. И в виде своей бесхода и апостолы повторяли. То есть, они не призывали к восстанию. Итак, идем дальше. То же самое, например, с вопросом не убивай, да. Большинство из нас, слава Богу, не нарушили этой заповеди, но, тем не менее, поскольку наша праведность должна быть больше праведности книжников и фарисеев, чтобы нам найти в Царство Небесное, мы понимаем, что стандартно поднимается. 21-22 стих, вы, да, вы слышали, что сказано древним, не убивай, кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всяких гневающихся на брата своего напрасно подлежит суду, кто же скажет брату своему раку, подлежит синетриону, кто скажет безумный, подлежит ей не обнины. То есть, если ты скажешь брату своему, ты дурак, да, то ты подлежишь синетриону, суду. То есть, это больший уровень отношений. Это означает, что если в твоем сердце есть негри, то ты пойдешь под суд, соответственно, пойдешь в ад, по подданке, яму обнину. И царство пришло, если ты живешь по законам царства, то суд будет явлен по законам царства, да? Но, слава Богу, что этот суд будет более милостью. Милость в этом царстве превозносится над судом. Тем не менее, мы имеем ответственность большую, чем во времена Синайского договора. С одной стороны, стало легче, с другой стороны, ответственность стала больше. И это тоже важно помнить. Поэтому, если мы говорим, что мы живем не под законом от благодати, это еще надо разобраться. Да? Потому что благодать была во времена Синайского завета тоже явлена неоднократно. Вообще, само избрание Израиля, чудеса, которые являются, все это было действием благодати, Божьего, незаслуженного дара. И обращаясь к Израилю, Бог так и говорит, не потому, что ты самый умный народ, самый талантливый, я просто захотел, и я тебя выбрал. Это не за что. Я просто тебя выбрал. Вот такой я вот Бог. И дальше мы видим, да? Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой к жертвенникам и пойди, прежде применись с братом твоим и тогда приди и принеси дар твой. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге и не веркли бы тебя в теницу. Истинно, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кадранта. То есть, если ты не зол, мы видим, да? И даже не в горе, то есть, у тебя все нормально, но ты понимаешь, что есть какая-то ситуация, когда твой брат злится против тебя и что-то имеет, ты должен постараться сделать все для того, чтобы примириться с ним. И перед тем, как ты пойдешь туда, в храм, приносить жертву, да? Дальше говорится о моральной чистоте. Вы слышали, что сказано о древнем не прелюбодействии. Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вашими временем, уже прелюбодействовал с ним в сердце своем. Если же правый властвуй соблазняет тебя, выгрили его и просят себя и получше для тебя, чтобы прогибать или членов твоих, а не все тело твое было ввержено гиену. И если правая твоя рука соблазняет тебя, от себя и бросит себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено гиену. Мы понимаем, что Ишуа не говорит о членах любительстве, где были такие исторические случаи, но он говорит о чем, что даже если вы вырвете глаз, все равно вы можете видеть свое воображение, да, поэтому это не решит все равно вопрос, нужна сила Божья, нужна помощь Божья, и благодаря тому, что Царство Божье пришло, у вас будет эта сила достаточная, чтобы сохранить себя в чистоте, именно благодаря силе этого Царства. Дальше он говорит, я говорю вам, кто разводится с женой своей в доме вины при любоподияния, тот подает ей повод при любоподействовать, и кто женится на разведенной, тот при любоподействует. Это противоречит Моисею и Гиллелю, и только Шамай он следовал этому стандарту, потому что последователи Гиллеля они точно толковали Моисея, то есть разворное письмо и так далее, и так далее, и так далее. Но мы видим, что Иешу он поднимает стандарт разводиться нельзя. Но он заметил муж, он должен любить свою жену, так как Иешу он любит свою общину. Да? А это реально там в Игре говорилось, что мы тоже любим. И очень интересно, что в Торе нет заповеди, что мужчина должен любить свою жену, например, как Бог возлюбил Израиль. Мы не находим такого сравнения. вот так вот посмотрите на это таким образом. Бог настолько сильно начинает сравнивать как бы я люблю и вы так любите. Да? Мы не видим, что это было иллюминар знай, с кого такого Бог говорил там. Я так делаю и вы вот так именно делаете. То есть были законы, были заповеди, но все стало строже. Новозаветник стандарт не разводится. Поэтому когда ученики услышали все, они говорят если такая обязанность человека к жене, то лучше не жениться. Потому что они подумали вот это да. если то есть если вот так то это очень сложно. Потому что по-другому это не сложно. Это не сложно. Там надоели друг другу, тубу на стол, одесс, готова, смотала и ушла. Но вы видите, что ученики были испуганы такими требованиями, потому что они не видели на тот момент ту силу, которая могла бы преобразовать их характер. Тоже надо всегда помнить, что ученики, которые шествовали за Иисусом, они иногда откалывали такие вот веселые штуки, помните, когда они делили портфели в царстве, когда они решали, кто будет главным, ругались из-за этого, помните, шли по дороге и размышляли, кто же будет главным в царстве, кто пришел, привел ребенка, говорит, если не умалитесь о деле, то и вовше не войдете, не будете попроще. То есть фактически с одной стороны привлекало его действия, на его слова, его учения, с другой стороны он убит пугал периодически какими-то такими радикальными историями о том, как им надо было жить. То есть одно дело, знаете, когда вы с учителем и он там решает за вас вопросы, да, там собирают деньги на храм, и он там дашь твой учитель? Конечно даст, учитель, пришли деньги на храм собирают, да, он его раз получил, говорит, ну пойди там рыбу. То есть я думаю, что они не нуждались на тот момент, я понимаю, почему они не нуждались, потому что люди будут благодарны за то, что они делали. Дальше мы смотрим 33-37, мы рассматриваем с вами Матфея, еще сказали, еще слышали, что сказано древней, не приступай клятву, но исполняй при Господом клятву двори. А я говорю вам, не клянись вовсе не небом, потому что оно престол Божий, не землей, потому что она подножия ног его, не Иерусалимом, потому что он город великого царя, не головой твоей не гонись, потому что не можешь этого волоса сделать белым или черным, но да будет слово ваше да, да, нет, нет, а что сверх этого то от лукавого. Здесь не говорится о клятве на суде. Если ты поклялся, то люди могут верить, что это ты исполнишь. Клятва перед Богом дает большую уверенность. Да, в второзаконе вообще говорится, что Господом Богом твоим поклоняйся именем клятвись. Иными словами, смотрите, как в момент здесь поднимается планка на что? что люди должны верить вашему слову даже тогда, когда вы не клянетесь. Вы понимаете, да? Даже когда вы не ложите букву на Библию и клянусь Господом, что вот этого не было, да, ваше хождение должно быть таким же вопросом, что этого не было. И люди понимают, что этого не было, потому что ваше поведение оно показало это уже давным-давно, что вы в любом случае стараетесь сдерживать свои обещания, и ваше слово, оно имеет силу. Хорошо, дальше мы поговорим после. ваше ваше